Боевики незаконно вооружённого формирования, численностью до 20 человек, заняли началённый пункт Пашино, захватили при этом заложников. Для их уничтожения назначена разведывательная рота в составе штатный разведывательный взвод с техникой 3БТР-82А, также наблюдательный пот с средствами наблюдения и радиолокационный разрыв. И снайперская пара для уничтожения снайперов и огневых средств противника. Я центр, противник, незаконные вооружённые формирования, занял началённый пункт Пашино, до 10 человек. Ориентир номер один, дом культуры. Провести налёт, освободить заложников. Центральное окно. Центр, я Сокол, обнаружил снайпера. Ориентир номер один, дом культуры. Второй этаж, центральное окно, снайпер. Цель, уже третий. При проведении занятий мы используем различную тактику и различных видов войск. Так, допустим, при освобождении заложников используется тактика подразделений внутренних войск, ОМОНа и СНАЗа. Представлен один из способов ведения разведки, это так называемый налёт. Действия трёх групп. Группа обеспечения огневого, группа наблюдений и группа захвата. Задачами данных групп является группа наблюдения, вскрытие противника, передача целеуказания на командный пункт командиру роты. Командир роты уже координирует действия. Группа захвата непосредственно подходит в непосредственную близость к объекту и, соответственно, действует. Время. Чем быстрее, тем лучше. Цель белая здания, прицел 8. Зелёный огонь. Цель! Развели освобождение заложников. Это достигается путём, конечно, интенсивных тренировок, постоянного взаимодействия на всех уровнях. То, что вам было предмонстрировано. То есть с самого верха и до каждого бойца включительно.